В прошлом году в этот день мы рассказывали о проблеме, с которой столкнулись жители 120-го дома на улице Мира. Десятки человек тогда боялись выходить на улицу из-за огромных сосулек. Льдины, свисающие с крыши, доходили до окон третьего этажа. А из-за отсутствия управляющей компании на доме проблему решать было некому. Впрочем, эта ситуация ежегодно возникает на многих березняковских домах. Окажемся в 13 января 2017 года. Он был признан годом экологии. Березняки не остались в стороне и стали в этот день победителями и призерами творческих конкурсов, прошедших в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». В ней приняли участие дворцы творчества, детские сады и другие организации. Отличились малыши детского сада номер 6. Вместе с родителями и воспитателями они провели субботник на территории дошкольного учреждения. А снятый ими ролик сорвал шквал лайков и просмотров по всей стране. В 2016 году в этот январский день свой профессиональный праздник отмечали коллеги-журналисты печатных изданий. 13 января день российской прессы. Именно в этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». Мы также не остались в стороне, поздравляли наших коллег и вспоминали интересные факты о печатных СМИ. Что ж, сегодня, как и каждый год, мы вновь поздравляем коллег легендарной газеты «Березняковский рабочий», которая имеет феноменальное доверие у горожан.